Теперь о проектах. Компания ООО «Автостанкопром». Наноразмерная многофункциональная смазочная полимерная композиция. ООО «Инновация Саро». Теперь ООО «Инновация технологии производства металлокерамических защитных покрытий». ООО «Интаргет» — гендеринные коррозинно-стойких экономических сплавов. ООО «Кристал Нордс». ООО «Новые структуры и технологии». Компания «СВД» «СПАРК». Компания «СМАРТ-СИВИДИ». Компания «Углерод-ЧГ». Компания «Футура Химия». Подходил к нам человек, но, видимо, куда-то покинул нас. Компания «Футура Химия». Мы видели, что он приносил презентацию. Если он подтянется, это в его интерес. Тем более, что выступает он последний. Регламент наш очень простой. Четыре минуты выступления, три минуты на вопрос. Просим автостанкопром. Автостанкопром, the floor is yours. Здравствуйте, дорогие коллеги. Меня зовут Автостанкопром, я руководитель компании «Футура Химия». Я руководитель компании «Футура Химия». Мы являемся продолжателями работы по внедрению «Наноплёнок», основанной лауреатами госпремии «Рубновым рябининым наложилом». Проект называется «Многофункциональные наноплёнки Эпилам». Это смазочный фтор, содержащий поверхностно-активные вещества, после нанесения которого, при соблюдении плённых условий, технологий. Мы получаем на поверхности многофункциональные, в том числе, зашитные наноплёнки, которые дают поверхности следующие свойства – это антиадгезийность, это гидрофобность, это антикоррозийность и бактерицидность. Не работает. Ну, нам известно, с какими проблемами при эксплуатации машинных механизмов мы сталкиваемся. Это в одежде бактерий, коррозии, адгезий, пыли, влаги, появление нагара и другие промышленные сложности. Мы предлагаем данную технологию, которая позволяет на поверхности, без применения специального сложного оборудования, дорогостоящие получат подобные равномерно распределённые мономолекулярные слои. Они хемосорбируются, сначала адгезируются, а потом хемосорбируются, и создают такую плёнку, модифицируя поверхность. Расшина у нас в среднем 7 нанометров, ну, максимум до 10 нанометров при одной разовой обработке. Применяются многими предприятиями для решения следующих задач. Это аферитидные свойства, это защита от многообразования, от трения сухого, от шрапин, от коррозии и в целях гидрофобизации. Но преимущество нашей во всем мире в том, что спираль получается по принципу Ленингмора Блотшетт, видите, неполярный слой остаётся на поверхности и создаёт такой вот спираль, длиной где-то 5 нанометров. Проверность модифицируется, при воздействии термовоздействия не меняются параметры размерности, электромагнитные параметры, и не меняются размерности, допуска, параметры допуска. Ну, и плёнка получается вот по такому принципу, наноборс. Ну, как я уже отметил, вот просто 8 минут, пример имеет следующую форму адсорбции. То есть мы достигаем того уровня, когда гидрофобная часть остаётся на поверхности, а гидрофильная, проникает. Технология успешно применяется в ряде предприятий. Это ТГК, Газпром, как антифрикционное покрытие, это СИБУР, как антиадгезийное покрытие, это РАУСАТОМ, как антиадгезийное покрытие, это силовые машины, это КАМАЗ и другие. Ну, у нас около 100 потребителей, 100 потребителей. Ну, и коллеги, мы что предлагаем, стратегическое партнёрство, чтобы для оптимизации РНД-проектов у нас есть новые разработки, очень интересные. Чтобы довести до конца, мы предлагаем стратегическое партнёрство. Осталось полминуты. Спасибо. Команды у нас состоят из шести кандидатов в наук, химических, технических, один доктор наук, академик, и три патента, два по оси, один евразийский патент, ПСП, несколько свидетельств на коварные знаки и несколько заявок поданных. Благодарю вас за внимание. Буду рад вашим вопросам. Спасибо. Слово жюри приготовит с компанией «Новации СРО». Толщину покрытия, как вы определите? Да, мы проверяем двумя способами. Мы проверяем это в двух способах. Это атомно-силовом микроскопе без покрытия и из покрытия. Далее есть способ Яймер. Яймер. Мы irradiаем облучение, высвечиваем полём. Мы irradiаем that, the film itself, the molecule, и вот есть присколковый центр микроанализа. И работаем с преследуем 770 в Петербурге. Двумя разным методиками определение оближения. Так же, по двумя разных технологиях мы направим, мы определиме огромное масло. Каковы рекомендую? Какие конкуренная преимущества для развития на сетевших эффективных покрытиях, как для современного эпокси резинового цвета? Миллионтами? Пр Jakele, прежде чем говорит Курсичка. Это хороший вопрос. Действительно много покрытых. И у нас три важных преимущества. Например, у нас видит жидкости. То есть, любой сложный узел, агрегат, можем нанести. И автоматически получается газофазный в том числе к системе покрытия. Во-вторых, это температуроустойчивость. У нас от минус 160 до плюс 160. Полимерустойчивость. Ну и в-третьих, это поверхностно-активные вещества. Вкусные нанесения, они осорбиваются и модифицируют поверхность. Это основные наши преимущества. А вот там у вас значок был, КАМАЗ. Что за компонент открывается? Я так поверхностно отвечу. Открываются виды узлы определённых автомобилей для необходимых специальных нужд. Ну, другими словами, это шток и гидроцилиндр. Шток и гидроцилиндр. Да. Шток и гидроцилиндр поверх гальванического уровня. Потому что при долгом простой определённых автомобилей, возникает прилипание. При запуске был гарантирован запуск данного автомобиля. Ну что, коллеги, есть ещё вопросы? Вы указали, что собираетесь выходить за пределы России, да? Как вы собираетесь выходить за территориальной собственности дела? Да. Как раз много лет мы вели переписку с объёмными службами. Можно к нам выходить. И, благодаря Сколку, мы получили такое предложение и запустили систему гидроцилиндр. Мы получили патент евразийский с подачи ПСК. И подали ещё две заявки по подобному ПСК. И теперь у нас дальнейшие шаги – это кирпичное представительство в Европе. И сотрудничество с, ну, для начала этими народными программами. И далее с определёнными потребителями. Противоприятие агрессоров в Швейцарии – это производители компонентов и электроники. И гидрофобизации для подклад. Спасибо большое. Давайте поаплодируем и предлагаем просим к инновации СРО. Добрый день. Меня зовут Ван Никова Мария. И я представляю проект Эл Поликор. Я представляю проект Эл Поликор. Продуктом проекта является установка Эл Поликор, которая производит прозрачные керамические пластины. Церамик плates of a given size. Сегодня мы сделали макет установки, получили на нём образцы керамики. Нашли инвесторы на две трети суммы от этапа Украины. И также нашли потенциальные покупатели с керамики и Тайвань. Актуальность продукта проекта вызвана тем, что сегодня в нашем мире керамику производит достаточно устаревшими способами. У которых достаточно высокая стоимость прозрачных керамиков. Из-за высокой трудоёмкости применения высокой температур, многостандартности, сложности приготовления керамиков и использования высокой температур. Наша установка Эл Поликор позволит получать жирок и нейропродукции поликорные и монокристаллические пластины заданного размера за один технологический этап. С энергопродукцией в два раза ниже, чем у конкурентов. Также наша установка позволит экономить на капитальных затратах, так как она будет стоить гораздо дешевле. В целом, производство керамики на нашей установке будет два раза ниже, чем у конкурентов. У нас сработавшаяся высокопрофессиональная команда, которая состоит из 10 человек, и в неё входят как технические специалисты российского ядерного центра и профессора ведущих российских вузов. Также в нашу команду входят бизнесмены с более чем 30-летним опытом ведения инновационного бизнеса. Мировой рынок керамики составляет около 7 миллиардов долгов. Дальше отмечу, что 80% доля российского рынка керамики составляет инновационного рынка. Керамики из импорта керамики очень велики, в том числе подножки для электроники, светскоптика, защитные стекла, бронекерамика, тела для лазеров, и ядерная энергетика, ну и так далее. В рынок керамики надо добавить также рынок защитных стекол на мобильные устройства. Так как в 2014 году фирма NEPA планирует выпускать ликософировые защитные экраны для своей продукции. И заказ новый тренд, и скорым временем всем производителям мобильных устройств придется перейти на ликософировые экраны. С помощью нашей установки можно будет включать ликософировые защитные экраны, гораздо дешевле, без трат времени и ресурсов, нарезку улья на пластины и практически без отходов. Для создания установки нам надо 85 миллионов рублей. Мы нашли инвестора, готового вложить в проект 60 миллионов рублей, и еще второго инвестора на 25 миллионов рублей. Мы очень рады промышленным партнерам. Присоединяйтесь. Мы считаем, при наличии установки, которые промышленно производят керамические пластины, мы легко продадим данную технологию с покупателем вставания, либо конкурентным фирмам, либо другим производителям керамического оборудования и керамики. Спасибо за внимание. Спасибо, вы уложились в срок. Я правильно понял, что у вас установки пока нет? У нас есть макет, на котором мы получили опытные образцы. Технологии тоже нет. Мы разработали макет, на котором уже получили опытные образцы. Просто макет не промышленный, и мы хотим улучшить одну керамическую пластину. Мы хотим, чтобы он получал сразу 10 керамических пластины. И мы не можем расширить его рамки. Мы знаем, куда нам надо вырасти. Но технология отработана на этом макете. Есть мы с нами. Скажите, пожалуйста, а рынок-то какой? Рынок для экранов? Как бы рынок керамики, 8 млрд долларов мировой, и рынок, извиняюсь, экранов для мобильных устройств, около 4 млрд долларов. 4 миллиона, half of that, but for your own company? What is your target market? We would rather sell the whole technology and the installation itself to the people who will continue to introduce and implement this. So if the investor would like to keep us, we will be able to manufacture and sell. That's enough market for all of us. So you don't know what's a target market? No, not quite a good feeling. We know we have a buyer, and there are actually several buyers because of this start-up village. We know there are several buyers. So how long did it take to develop the technology? It took about a year. Let's say if the corning company will invest and bring a team, then we could replicate your technology. Now, I do not think that we'll replicate this technology. This is a very – we have a genius in our team, and the solution is not on the surface. It's a combination of many different sciences. So how are we going to protect, you know how we're going to protect, you know how we work to protect this know-how, so we plan to get it patented both in Russia and abroad. Okay, any questions? Again, back to the market. How many installations a year would you like to produce? Well, our estimates for the market – and you saw it on the slide – worldwide, 2,000 installations a year is a demand. Russia may need some 50 units a year, so far we would like to finish the pilot stage, and then it depends on the investor's interest. We can build you a three-unit plant, maybe a 50-unit plant. So, at this stage, we are taking it step by step, you know, who would like to have an industrial installation first, so this is our target so far. I know who would like the buyers are lighting up for us to sell to them, so you need some more attention from the investors. Yes, we're doing investors at this stage, that's why we're here. I'm glad to be here. Thank you for your speech. Innovations and Technology of Production is the next company to make a presentation. Sorry, just a comment. Just ten seconds. The girl was very good to report, but I'm a tactician from the very same project. We are a deep-rooted company. This technology, we are protecting it by producing a super-clear aluminum oxide. We have precursors used in this technology, so hardly anybody would be able to replicate that. So our protection is that the technology, so it's a deep-rooted thing. There are so many precursors to that. There are nuances that you cannot copy, not fast. So you can then discuss it in the fail of them. Innovations, technologies, production is the name of the next company. Good day, ladies and gentlemen. Alexander Mikhailov. I will represent the anti-corrosive zinc-circuit covering called Zinefer. Zinefer is an anti-corrosive covering. It's a zinc-filled two-component composition on the basis of modified high-module liquid glasses. It's a special technology, and that is our know-how. So this coating is universal. You can coat any metal parts with it. But coating is actually targeting the oil and gas industry, of course. You know, the great losses of corrosion. Sixty-eighty million dollars only in serious countries. It's an annual losses on corrosion. So our target market here is about 10,000 tons in need for oil and gas, and 30,000 tons in shipbuilding. An example here is 95% of all the emergencies on the pipelines, and we have 160,000 kilometers of chunked pipelines. Speak up, please. So currently, there's a past number of anti-corrosion coatings, and they have been grouped here by a number of millimeters. Well, I could be talking for an hour, but to sum it all up, in our segment, our main competition is epoxy resins. So tarnishes or varnishes are not applicable here. So it's our advantage here. The epoxy resin is good to attach, but it's not strong as an anti-corrosion protection. Well, zinc protection is a good electrochemical protection, but no good as a barrier. So it needs certain competencies and expertise and equipment. Our coating is 15 to 20 percent cheaper compared to zinc coating, and maybe 30 to 40 percent cheaper than epoxy resins. So for you to understand, we're as easy to attach as epoxy, and we're as good a protection diffusing coating. So it's the best of both worlds. As for environmental aspects, our coating is environmentally friendly. There's no waste in production. It's solid water. So when it is dissolved, you can only have water as a byproduct. Our business model is sad. We're targeting two markets, oil and gas equipment and shipbuildings. So the volumes of the market, as we estimated, 100 million dollars in oil and gas, shipbuilding, 30 million dollars. Special things in introduction to the market is certification by industry branches and entering the specialist companies. This is expensive and time-consuming. We should also have positive references, which is it's hard to sell the unit for the first time, because everybody's asking for references. Well, we do have references. We have half a minute. But we have attached that to several seagoing ships. So we've built the 500-ton capacity unit. It has been certified by ISO. We have two patents from this application, and we have some sales behind us already. So our team is covering all the major areas, like economics, finance, sales, so science and production both. So what we need is 16 million rubles, mostly for marketing, certification, finalizing the project creditors. Your time is up. Questions? What is the life of your coating? Climatic tests show that about 20 years' age. So there's a laboratory, there's a lab in doing the climatic testing, and then the most authoritative body. And then electrochemical protection. We've been testing in the chamber of a foggy chamber, 1,700 hours in the cutting area, no corrosion. Standard for hot sink is 1,000 hours. So estimates show that it should be 4,500 hours. But when they run out of money, so they're testing with different lives, they were not finished. But this is a plate that was tested in Switzerland. Foggy. Well, the fact of this of the film and attachment, it's a usual spraying gun, 50 to 150 microns. So the cost will be 100 to 250 rubles per square meter. In oil and gas industry, what is it I get? What kind of pipes? Any kind of pipes. Large diameter pipes? Starting from epoxy is about 20 years. Epoxy is not good in electrochemical protection, and the coating is very thick. And epoxy itself is very strong as a material. So currently there is a film called Epoxy. But as for the internal surfaces, the subbucket is actually drilling piping casings. High temperature is not good for epoxy. 150 degrees, it is falling off. Our coating is good for 450 degrees. You see on the picture, see the burner right on the surface? So epoxy is no competition to us. That's for the outer and inner surface of the casing, the drilling casing for oilers. In engine building, let's say aircraft engine building, could you use it? I don't know that yet, if there's an actual demand for anti-corrosion protection in engines. I believe that this should be a very small market, so far at least. Okay, we'll introduce the next team, please. InTarget. InTarget company. Good day, ladies and gentlemen. Good day, ladies and gentlemen. My name is Dmitry Lebedev. I'm CEO of the Target LLC. Next slide, please. I'll tell you about the story behind this project. We have lately been emphasizing a racing sports area work for ceramic coating for pistons and composite materials based on titanium, crankshaft. Conrots. This summer, I'm going with one of the automotive plants in Europe for bench testing. We're all looking for this composition. We found one patent made by Tymet saying that if you're introducing carbon into titanium, it will be resistant to crack corrosion. So we've been looking for foundations, but we didn't find any justification how does carbon increase resistance to crack corrosion. So I've invited one of the leading experts, Max Ivanov, that work for over 10 years with titanium and its alloys. And it has a lot of publications and patents for titanium, including nanosoxic titanium, also an economic and foreign trade expert and other guys in our team. So we've financed R&D. We've designed a new alloy. So we've made some testing, and we've saw that its properties and resistance to criminals is better than its counterparts. So PT3V is 10% of the 20-25% more expensive than our composition. We have to look at the markets when chlorine is produced, or caustic is produced, there's an issue of crack corrosion as the per-chloric acid is used. The equipment which is used for chemical plants. There was no upgrading, so just no fixed costs were in shape. It's planned to invest up to 1 trillion rubles to develop new high-tech technologies in this area. Today we finished the first R&D stage. We developed the first sample from a lawyer. This is the sample that I brought with me. We submitted the patent applications to Russia and to international agencies. We submitted the patent applications to Russia and to international agencies. We have the plans to develop the manufacturing pipes and the plants that manufacture these items. And we assumed that as soon as tests are over, to prove the corrosion resistance of our materials, we will be ready to enter the second stage of negotiations to set up just lectures. We can sell exclusive rights. Also, today we need about 3 million rubles to develop the samples using the drawings of customers to conduct tests at chlorine or chemical plants. But more important for us is to find a reliable partner to engage in joint work. Thank you very much. So what do you plan to have during the test stage? I'll be simple. Today, two hours ago, I was approached by representatives from GOMOL plant. These engineers are interested in our development. So this is the issue. This crack corrosion is an issue. We have a proposal to replace this item to get reports on the tests. How long will the tests take? Much depends on the process. The GOMOL is a manufacturer of his fertilizer. We did check the stability to fluoric and nitric acid. So we want to cover this area too. We didn't engage into other studies where this law can be applied. For instance, aerospace industry. So far, I've said this is pretty good in corrosive areas. But you will have to competency if you enter the area where you didn't touch. The GOMOL is a chip in metal smeltering plant. We decided to take with this PTA3B alloy, which is set in the national standard. We added carbon and submitted application for the patient. So in case we obtained the positive effect, it will be more simple for us to get the certification process through. Other questions? If there are no questions, the other phone goes to Crystal North Company, representative. Can you get back from the loudspeaker? My name is Yacolphe, I'm CEO of company Crystal North. My name is Yacolphe, I'm CEO of company Crystal North. Меня зовут Карпов, и мы растим кристаллы для детекторов. Детекторный рынок очень широкий. В основном используется для медицинского изображения, для оценки систем безопасности. Для производства пищевых продуктов необходимо оценить уровень жидкости или твердых веществ в контейнерах, и в тех случаях, когда визуальная инспекция невозможна, и даже посмотреть, как ведется поток внутри трубок. Проблема борьбы с ядерным терроризмом также закрывается с помощью этого оборудования и приборы видений, ночного видения и термовизоры, которые могут найти применение в армии. Характеристики уникальные у этого аппарата. Работают хорошо при низких температурах, очень легкие и плантативные. Эти детекторы могут получить изображение достаточно подробное, с хорошим разрешением. Из-за того, что детектор имеет высокую чувствительность, уровень облучения небольшой, что, соответственно, не влияет на тело человека, в том случае, если просвечиваются пассажиры, допустим, в аэропортов или во время медицинских исследований. И лучшие детекторы имеют только одну проблему, что они очень дорогие. Рынки огромные в том случае, если удастся снизить цену детекторов. При выращивании кристаллов нужно обратить внимание на очень однородный состав. У нас затраты самые низкие. То есть это нам позволяет надеяться на то, что мы будем конкурентоспособными на игровом рынке, то есть мы можем продавать более качественные кристаллы по низким ценам, и тем не менее мы будем иметь более высокую маржу прибыли. Ну, мы прошли достаточно большой путь от концепции до разработки технологии. В основные компетенции связаны с выращиванием таких кристаллов, и они защищены патентами, ноу-хау. В этом слайде показаны письма с намерениями о намерениях. Слева из дублей. У вас одна полминуты. Ну, их потребность порядка одного миллиона долларов. И нам необходимо обновить нашу лабораторную установку по выращиванию кристаллов, и это позволит продавать продукты по тем параметрам, которые заданы нам покупателями. И всех, кто хотят с нами содействовать, обращайтесь к нам. Вот контакты указаны здесь. Спасибо. Вопросы можно задать по-русски, наверное, да? Мы можем иметь. Мы можем задать вопросы в русском. Если есть какие-то вопросы, комментарии, вопросы? Спасибо за презентацию. Doomimatedarian Base First The Market is not quite tangible. You said that the detectors for radiation detectors. Radiation Alpha, Beta, radiation IR and gamma all in one package. No different crystals depending on the amount of additives each detector operates in its own domain. for gamma radiation one thing is medical applications or customs clearance different intensities one thing is to irradiate the human body another thing is to irradiate контину Of course, the crystals are growing, having their properties depending on the composition, growth conditions, understood. So you are manufacturing a whole range of detectors, but the sensitivity on beta-gamma radiation, no, we're not offering the range of detectors. Our competence is the growth of crystals, and detectors were produced in Fresno for us, and we are ready to grow the high-quality crystal in cooperation with partners. And as for characteristics of the crystals, you can touch base with our director, who will be a better person to answer these questions. And in fact, we have a letter from your company that you are interested in making use of our detectors. This Nauka Innovacja, this letter from Nauka Innovacja, so you know about our findings. You mentioned that technology is ready for application in industry. What parameters are you referring to? To fine-tuning this technology took many years, so the parameters that we – our customers, they only deal with our infrastructure. So remove these bottlenecks that we have, we only have to develop our infrastructure. But you have the laboratory installation or industrial laboratory setup, but we understand what parts should be upgraded to bring it up to the industrial level. So your cost system is made for, based on 75 millimeters. The technology class grows any size of crystal, and we can scale up the setup, and as soon as the entry comes up, my cost comes down. My proposal is to thank the presenter for the speech, and the floor goes to innovate the representative of the new structural technology. Good afternoon. My name is Sergei Kantemirov, and I would like to tell you about additives based on carbon structures, which allows to make – improving the thermal stability, strength, electric conductivity. Currently, these targets are based on introducing titanium dioxide and other. We are suggesting to make use of the carbon compounds. So the product is the DOPE and the license to get this DOPE and polymeric composition materials, the material's polymeric composition material PCM. So what competitive edge do we have? The introducing these additives to PCM allows even distribution through the volume and decreasing the amount of additive to be used in the maximum application process. On top of that, the PCM that we got laboratory samples – they are 20 and more percent higher in strength properties, and this allows developing the – conducting materials under low consumption of the – if we speak about the market, the Russian market of the fillers for PCM is about 400 million dollars, and it's growing by about 40-50% every year. Our consumers are chemical plants, dealing with the polar processing, aviation, automobile and power industries. We have several competitors, which are shown here. But on top of those competitive edge that I already mentioned, our price is much lower, and competitors do not have the technology to develop PCM's team. Myself, Na'il Suleymanov, expert in the physics and chemistry materials, and marketing specialist. Also, we have some process engineers and managers. This slide shows financial description of the project, and I would like to mention that the investment level is about 450,000 dollars, which will be spent on R&D, 25% for acquisition of equipment, marketing 40%. And speaking of what we've done and what we're planning to do, we engaged for many years in investigation of carbon nanostructures, and this startup project started last year. We developed PCM samples with carbon nanotubes. They increased by 23% strength. The priority patent was granted to us this year. We're about to finish R&D studies in polymer compositions, and we will submit the patent next year. 15 years we start startup, 16 years expanding production, and 70% capturing Russian market, and 80% capturing 1% of the market in Russia. Thank you very much. Colleagues, questions, please. But what specific product you are targeting R&D? If we use modified NT for increasing the strength, other companies are involved in that. But this is the R&D stage. We know how to modify the carbon nanopipes, introduce them to the polymer composition, PU of coal curing, and seeing the shielding effect. Under low consumption, we see decrease of electromagnetic field by a factor of 10 and more, and conducting polymer, which is going through R&D. So you have finished R&D, so you need money to finish R&D. We certainly need to speak about business. We can do the quality of the product. We can do the quality of the product, which is a $450,000. It's the $450,000 that increase the strength, one, two, which requires money to finalize the product polymer. And the rest of the $35,000. It's the quality of the product, which increases this structure. По какой технологии ваши конечные клиенты в авиации, например, должны будут производить свои изделия? Ну здесь у нас, если вы говорите тип бизнеса, то тип бизнеса у нас B2B. То есть непосредственно мы будем… То есть прямые продажи конечного продукта – это вот эти модифицированные углеродные антрубки, то есть лигирующие добавки. И, что самое важное, лицензии на способ получения, на способ введения этих лигирующих добавок в каждый конкретный, допустим, материал. Будь то либо полиуретаны, либо полиэтилен высокого-низкого давления. Я дальше про следующие элементы вашей цепочки. Ваш потребитель, у него капексы какие-то возникнут при использовании вашей дополнительной технологии? Да, конечно. То есть либо здесь мы говорим просто об армировании, то есть упрочнении. То есть если им необходимо создать при тех же массогабаритных характеристиках получить на 20% более прочный продукт, пожалуйста. Либо для достижения тех же самых прочностных характеристик им необходимо потратить на 20% меньше полимера. Можно вернуть на слайд назад по годам, где план написан? Вот в 2015 году это документы на упрочнение или на что вы планируете? Нет, это непосредственно проводящий полимер. То есть вы сказали, что у вас с точки зрения легирования уже готово сейчас, да? Ну да. И как-то вот не видится, когда вы на рынок-то и будете выводить. До 2017 года? Нет, зачем? Старт продаж в 2015 год написано. А почему 2015? Если у вас все готово? Ситуация следующая. У нас в настоящее время, ну то оборудование, которое у нас есть, позволяет производить от 3 до 5 килограмм модифицированных УНТ. Соответственно, если мы идем заключать договор на более крупную сумму, у нас уже должно быть оборудование, чтобы мы могли обеспечить необходимую мощность. А были уже какие-то примеры, что вы с кем-то делали? То есть что конечные пользователи пользовались? А непосредственно, что мы уже сделали, то есть в данной области мы нашли заинтересованных, то есть у нас есть договоры намеренных с одной из фирм Татарстана, которые как раз производят ПКМ. То есть им непосредственно интересно упрочнение. То, что мы реализовали, это лицензия на способ получения полиэфирных смол, допированных УНТ, которые обладают гидрофобными характеристиками и повышенной износостойкостью. То есть это уже получено, это сейчас вот найду, вот в 13-м году сейлс 8 тысяч долларов. Татарстан это кабеля, да? Татарстан это кабеля, наверное, да? Татарстан и кабельный завод, да, но вот это непосредственно компания, они там занимаются производством автомобильных ковриков, и им было интересно повысить износостойкость и влагозащиту. Они попросили, мы им разработали, все работали. К сожалению, время вопросов уже истекло, и кратенькие только. А вот не очень понятно, просто у вас на английском языке, может, просто вы так перевели некорректно, у вас все-таки на рынок композитов, либо на рынок сплавов акцент. На что делается? Потому что у вас там алоэ additives, это добавки для сплавов. Ну, тут просто есть еще такой технический перевод, что алоэ additives – это лигирующие добавки. То есть, ну, есть такой технический перевод, это не я как бы придумал, а вообще рынок наполнителей для ПКМ. То есть не сплавов, а наполнителей. Спасибо. Давайте поблагодарим компанию. И следующий выступающий – СВД Парк. Спарк. Пожалуйста. Добрый день, меня зовут Марина Борисенко, компания CVD Spark. Я представляю проект «Упрочненный алмазный инструмент». Я сразу хочу отметить, что запрос на разработку технологии проекта нам пришел непосредственно из индустрии. К нам обратилась крупнейшая российская буровая компания Евразия с просьбой разработать упрощенные алмазные резцы буровых долот. Сейчас резцы буровых долот производятся в основном методом горячего прессования с пеканием порошка карбидов альфрама с поликристаллическим алмазом. При трении в твердую породу алмазный порошок начинает выкрашиваться из резца. Соответственно, резец начинает разрушаться и разрушается само долотон, если его своевременно не поднять на поверхность. Еще я хотела добавить, что во время работы над проектом к нам обратилась одна из предприятий Роскосмоса с просьбой также разработать износостойкий алмазный режущий инструмент для нового сверхтвердого композита. Из этого мы сделали вывод, что в принципе наша технология может подходить для различных отраслей промышленности. Наша технология состоит из двух аспектов. Первое, мы создаем дополнительный переходный слой между карбидов альфрама и синтетическим алмазом, который увеличивает адгезию между карбидов альфрамом и алмазом и, соответственно, увеличивает долговечность инструмента. И второе, мы наносим алмазный слой методом CVD на всю рабочую поверхность инструмента, что увеличивает его износостойкость. По данным на 2010 год, объем мирового рынка алмазного борового инструмента составил 700 миллионов долларов. Основные производители инструмента Китай, США и страны Евросоюза. Наши боровые компании в основном покупают инструменты за рубежом. В России есть четыре компании, которые производят боровые долоты. У нас с ними есть также предварительная договоренность о том, что они будут использовать продукт нашего проекта. Мы предполагаем развивать наш бизнес по двум направлениям. Мы будем продавать продукт компаниям, для которых производство алмазного инструмента не является основным бизнесом. И для компаний, для которых производство алмазного инструмента – профильный бизнес, мы предполагаем продавать лицензию на использование нашей технологии и также поставлять технологии. Наш проект осуществляется в два этапа. Сейчас у нас проект на первом этапе. На второй этап проекта мы ищем 15 инвестора, который даст нам 15 миллионов рублей на разработку индустриальной линейки оборудования. Разработку оборудования мы ведем совместно с нашими партнерами компанией «Оптосистемы». Это компания, которая имеет многолетний опыт разработки оборудования для производства синтетических алмазов. И пару слов я скажу о команде проекта CVD Spark. Это технологическая компания. Является резидентом фонда «Сколковый» и наноцентр «Техноспарк». Компания обладает компетенциями, оборудованием и инфраструктурой для производства синтетических алмазов, а также для разработки новых технологий на основе синтетических алмазов. Также в нашу команду входят исследователи, разработчики и представители буровых компаний, что позволяет нам наладить хорошую коммуникацию между заказчиком и разработчиком. Соответственно, заказчик предоставляет информацию о том, что ему необходимо, и помогает также разработчикам непосредственно в рабочих условиях тестировать продукт. И они позволят нам тестировать инфраструктуры в оборудовании. Вот как влияет на износостойкость толщина покрытия? Знаете, на износостойкость влияет скорее не толщина покрытия, именно для конкретного применения, а размер кристаллитов алмаза на поверхности. Если они очень острые, опять-таки алмазы будут быстро ломаться и выкрашиваться. И если будет очень ровная поверхность, соответственно, она плохо будет бурить. То есть это вопрос изучен уже, да? Да, вопрос изучен. Первая идея применения такого подхода к изготовлению режущего инструмента была реализована компанией Института общей физики, это наши партнеры, они ходят в нашу команду, для компании General Motors. Они успешно реализовали этот проект, но General Motors уже там сам не стал использовать эти сверла, потому что есть связи с разница, чтобы сверлить бетон и сверлить в какие-то твердые породы. Но ГМ не использует это, потому что drilling concrete и drilling hard rock is different. О каких толщинах идет речь? What are the thicknesses that we're talking about for the synthetic diamond layer? The thicknesses are up to one and a half microns. Я просто думаю, есть алмазоподобные покрытия. Я думаю, что там есть синтетические алмазы. Дамазы сейчас режущий алмазный инструмент, он изготавливается при помощи нанесения алмазных покрытий. Наша технология как раз, наша задача заключается в том, чтобы создать прочный и стойкий алмазный инструмент для определенных каких применений. Тут покрытия они не работают, и вот, соответственно, мы алмазы осаждаем методом химического осаждая из газовой фазы. Седimentation is done by the gas dynamic phases. Will you produce your own installation? Well, if there's 15 manufacturers in the world for CVD installations and diamond-like coatings, well, they're already using a time-tested technique. Well, to answer your good question, you know, we do the promotion on our own, the commercialization of all the designs made in Russia. So for us it's of more interest to take the existing concepts of designs and to further improve them and then bring them back to the world market. Any more questions? Okay. Thank you. Another company that has to do with CVD is called Smart CVD. Good day, colleagues. My name is Alexei Vedenev. And I represent the Sigma Novosibirsk Nano Center. So my presentation is on Smart CVD, a technology company. This is a brief, iconic name for a company that is using the CVD technique to bring platinum group metals. Here's a control for the slides moment. There's an existing challenge, which is actually decelerating the growth of the world's economy, high price for the platinum group metals. We can help here by replacing the parts made of a very precious metal, substituting for different metals to use them wider. So our solution is – you can see here on the slide some applications for precious metals. It's hydrogen power production, where palladium is attached to the membranes, which is getting the hydrogen through. There's electrical chemistry to produce as substrates, precious metals, palladium, then iridium in medical applications. And also there's a wide use for those technologies in rocket building because they're heat resistant and chemical resistant. I will bring up an example here, which our technology company has used, attaching palladium to membranes. The project was called Membrane NC. The competitive edge of this technology is – there's a precursor with a 95 percent yield. Not the standard 35 percent, but 95 percent yield, which is greatly saving your metal consumption. So the whole process allows you to attach the coating in a very thin layer. So you look at the performance here. Palladium is attached by the world membrane manufacturers. And we can reach highest selectivity on hydrogen and better cost. This is – this is a team for the project, the scientists of the organic chemistry institution, Morozova for precursors. Igor Iguminov is a design engineer, and he's building a unique – you heard it in the presentation. And there's a reactor built on the CVD process, and Nikolai Vasilevich for the sedimentation process. The timeframe for the implementation of the project covers two years to design the technology, to test the samples – first the plane, then tubular, proprietary information protection. The market is a hydrogen-producing equipment. It's a fast-growing equipment because the world energy production is still leaning towards the hydrogen energy production. So considering the cost for the membranes – time is up – 10 percent overall cost is membranes. So with very low initial costs, we're getting into a big market. So we'll be selling the specialized companies. We have a process available. We have a relationship with the national research institution in the Netherlands. We have the R&D contract with the institution. Their performance is lower than we have proclaimed, but we will attain the requested specs. Questions? MoCVD. MoCVD. In your name, what does Mo stand for? That's one of the – one of the types of the process, technological process. Mo stands for Metal Organic Precursus. How do you protect your proprietary information? It is being protected in a know-how mode, but we have applied for a patent for the palladium precursors for the MC type of membranes, and we plan to get an international patent for the technique of attaching palladium to a membrane, and a number of other patents for the specifics of this technology. How about the membranes themselves? They could be ceramic. They could be metal. MoCVD. Two questions. MoCVD. Please take us back to the advantages slide. MoCVD. Please be more specific. What is your advantage? You said you're 35 percent. MoCVD. Your competition is 35 percent sedimentation. You have 90 percent sedimentation. MoCVD. No. MoCVD. No. MoCVD. MoCVD. No. MoCVD. No. MoCVD. 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 No. Your technology is better, but which are the parameters? Our thickness is less. So. MoCVD. It is less. How much less? Look at the thickness of microns, one to five. We are 25. America is 3 to 9. And the Dutch. So how much does this say per square centimeter? Мы calculаем 1 метр. 1 метр – 1,100 евро, 1,100. The Dutch research shows that it's 1,500 евро less. Они уже есть производства. Они уже есть производства. Да, они у них собственной модуль ХИСЕП, и они дают это на рынке. Они у них очень интересны. И они сказали, что если тесты подтвердят, то потом spending твоего детей или попробуют. Скажи, что ваша бизнеса или промыть野? Вы ended up selling IP? У них, конечно, есть лицензии или слип vào лисансårenko. Но для этого больше не надо Т.е. это качествоipes-авответствия. Если вопросов больше, еще один вопрос. Один вопрос. Как вы оцениваете процент брака на вашем процессе сейчас для того, чтобы попасть в те цены, которые вы называете? Я не могу сказать, что 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 я не могу сказать. Если вы мне говорите, что вы имеете 50% субстандарт продукции, вы готовы для того, чтобы получить такой себестоимость? Ну, да. На лицо, вы догадаетесь? В или, каком уровне брака, я понимаю, что вы не можете получить такой бураку, но у кого уровень брака на вашем процессе нужно стать в себе стоимостью? У нас нет. Я не могу сказать, что я vigile rate на этот процесс. Ну, и прожно сказать, что я тоже с этим процессом. Ну, я очень знакомый, конечно, с этим процессом и экономическим моделем. Те, ваш 대표 планирование будет быть вашей точки зрения. Мы сначала отработали процесс. Но мы сначала попробуем и перфиксировать процесс, финализировать это. Если кто-то не отработал процесс быстро или качественно, то не значит, что все не могут это сделать. Если кто-то не успешен в финализировать это, то это не возможно. Спасибо, дайте блогу участника. Следующим спасибо. Природ ЧГ. И тогда, пожалуйста, ЧГ. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Компания Оглерод ЧГ. Карба ЧГ. Предположим, на производителе экономических нано-трубок. Прекрасно. 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 Это наша история. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ну почему там купить? Ну, вот те цизы, которые выигрывали, они для оптимального раскроения. Они для оптимального раскроения. Это оптимальный, который сейчас есть. Вот те, которые сейчас сейчас, это по результатам на смоленских кресталах, это даже если вот нормально видеть дефекты и краи, то есть вы даже если выажите им. То есть вы снимаете такой выигрыш. Если вы продаете, то есть на самом деле за тем, кто начинает создать рубрия и не видеть, то есть мы среди роботов. Они они решили, что это в раме. Я вспомнил вас, где-то мы скажем, что объем экспорта в этом, в прошлом году составил столько-то вашего. Ну что вы экспортировали? Мы экспортировали стекло. Т.е. мы разработали и производили неизвестные работы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Далеко не расходится